Итак, мы продолжаем наш разговор о выступлении российских команд в Еврокубках. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы сосредоточиться на Зените, на нашем единственном участнике в Лиге Чемпионов, увы и ах. И хотелось бы отметить, что Зенит, с одной стороны, попал в очень сложную группу, где есть два топовых соперника, с другой стороны, здесь есть определенная перспектива. Все-таки, во-первых, Ювентус нынче находится не в самой лучшей форме, и команда явно барахлит после ухода Роналду, после смены наставника и не самых удачных, наверное, трансферных сделок последних лет. Ну а что касается еще одного соперника, Мальмо, но это клуб, конечно, славный, но, с другой стороны, это, наверное, самый слабый соперник Зенита, в Лиге Чемпионов за последние годы. То есть, есть, по крайней мере, понятная перспектива в борьбе за третье место. Так что, мне кажется, что этот сезон Еврокубков может стать достаточно удачным для питерской команды. Давайте пожелаем ей удачи. И давайте разберемся, что ждет команду Сергея Богдановича Симака в первом матче в игре против Челси на выезде. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калудский21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят. Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну и по нашей традиции мы начинаем разбор будущих соперников с российской командой. Есть у нас такая патриотическая фишка, что российские клубы идут у нас немножко вперед в этом вопросе. Главное, чтобы наши клубы оказались еще и впереди в плане результатов. Правда, здесь вот уже есть определенные сомнения, потому что, согласитесь, Челси нынче очень опасен. Это действующий обладатель трофея Лиги Чемпионов, команда с великолепным составом, поэтому очевидно, что Зенит здесь андердог. С другой стороны, давайте обсудим, какие есть козыря в рукаве у Сергея Симака. Во-первых, это оборонительный стиль игры, потому что всем очевидно, что в матче против Челси на выезде санкт-петербуржцы не могут играть в какой-то другой тактике. Это будет оборона, возможно, автобусная. Не стоит этого стесняться. По-другому действовать против победителей Лиги Чемпионов на выезде бессмысленно. Тем более, когда ты не Барселона или Манчестер-Сити, команда, которая базируется на контроле и владении, а Зенит. Команда, ну, скажем так, по европейским меркам средняя. Здесь иных вариантов просто нет. И хотелось бы отметить, что у Томаса Тухеля, главного тренера Челси, очень часто случаются проблемы именно с такими соперниками. Закрытыми, осторожными, прагматичными. И мы можем вспомнить, ну, например, ту же самую английскую карьеру немецкого наставника. Вот Вестбромвич обыграл 5-2 Челси, поэтому владел мячом 33% времени. Показатель? Показатель. Сол Гемптон сыграл в ничью с Челси 1-1, процент владения 29 на 71. Опять же, показательный нюанс. Поэтому, да, периодически Челси сталкивается с проблемами именно действия против закрытых соперников. Второй важный нюанс – это мотивация. Ну, потому что для Челси это не особо значимая встреча, по-хорошему говоря. Какой-то рядовой соперник в Лиге Чемпионов. Особой мотивации нет. При этом Челси, ну, на самом деле не особо рискует чем-то в случае неудачи. Потому что даже если они проиграют, ну, и дальше они все равно доберут свои очки. Здесь нет особых сомнений. А вот для Зенита это, конечно, событие. Это долгожданный матч против топового соперника в Лиге Чемпионов. Вы все-таки согласитесь, в последние годы, когда Зенит участвовал в этом трофее, в этом турнире, ну, здесь оппоненты были, конечно, интересные. Там и Бенфика, и Лейпциг. Но это не супергранды, с которыми хочется поиграть в Лиге Чемпионов. А тут, вот, пожалуйста, особый настрой. Более того, мы должны понимать, что Зенит от команды «Газпрома», а Челси от команды Абрамовича. Тут, может быть, наши вот эти олигархические битвы будут включены в дополнительную мотивацию этой встречи. Может быть, Зенит какие-то особые бонусы пропишет своим футболистам, если они, так скажем, обыграют команду Абрамовича, либо сгоняют ничейку. И это будет такой подколочкой в адрес Романа Абрамовича и его коллектива. Ну, знаете, это, конечно, только теории, но всякое возможно. У нас на верхах нашей власти и нашей олигархической системы есть всякие такие подколочки в адрес друг друга. Ну и плюс к этому, конечно, мотивация будет у легионеров, у Клаудиньо. Малкома того же самого он уже сказал, что это будет самый приятный день в его жизни или один из самых значимых дней, когда он сыграет против Челси. Ну, а для многих это шанс показать себя, проявить себя в матче против серьезного соперника и, возможно, попасть на карандаш к скаутам топовых европейских клубов. То есть Клаудиньо, Малком, Бариос, если он сыграет, Сантос, Азмун. Они, конечно, будут настроены очень-очень серьезно. Также отметим фактор сборных. У Челси практически весь состав был вызван в национальные команды. Да, у Зенита тоже были сборники, и, кстати, некоторые из них могли пропустить встречу из-за идиотизма Бразильской Федерации. Но, как пелось однажды в замечательной композиции «Круга», фраер сдал назад, бразильцы отказались от своих претензий, Малком и Клаудиньо сыграют, и в итоге проблемы Зенита, они как-то сами собой исчезли. В итоге получается, что Малком и Клаудиньо будут, к тому же, еще и отдохнувшими к этой встрече. А вот у Челси почти весь состав участвовал в национальных сборных недавно в сентябрьских матчах, и таким образом у Зенита будет определенное преимущество, потому что игроки Челси тратили силы, энергию и так далее, а у Зенита все-таки сборников было не так много. Также отметим, что Зенит немножко превосходит соперника в атлетизме. Немножко. 185,3 сантиметра рост зенитовцев, у соперника 185,2. Но тут следует отметить, что это преимущество не такое серьезное, куда серьезнее, что у Зенита 57% выигранных верховых единоборств в этом сезоне, против 47% у Челси. Да, конечно, Челси выбил эти проценты в английской премьер-лиге, это более сложный чемпионат, и это нужно учитывать, но преимущество в 10% это серьезный фактор. Также отметим возможную недооценку соперника со стороны Челси. Тут мы опять же вспоминаем, что Тухель и его команда проигрывали Вестбромвичу, гоняли ничейку с Волверхэмптоном и Саутгемптоном, то есть не самыми сложными соперниками, да и можно, кстати, матч с Краснодаром вспомнить неудачный в прошлом сезоне, когда Челси потерял очки в Лиге Чемпионов. Да, там был не самый основной состав Челси, но ведь и Краснодар из-за травм там был без целого ряда лидеров, поэтому ситуация вполне себе равноценная. Ну и также отметим, что Зенит начал сезон на полмесяца раньше, чем Челси, поэтому, возможно, сейчас Зенит находится в лучшем игровом тонусе, потому что раньше начал уже официальные встречи. Что касается преимущества Челси, но они очевидны, состав намного сильнее и намного глубже. С появлением Лукако из Сауля он вообще претендует на статус лучшего в мире. Великолепные результаты на старте сезона. В четырех турах английской премьер-лиги три сухие победы без пропущенных мячей, плюс ничья с Ливерпулем на выезде в Энфилде, что тоже можно считать успехом. Победа в Суперкубке Европы. Все отлично. Также они победители Лиги Чемпионов, что добавляет им уверенности и вообще в плане Еврокубков. Очень опытная команда. Челси Тухель. Наставник, конечно, сильнее, чем Сергей Богданович Симак, поэтому здесь в тактической дуэли переиграть его очень сложно. Челси играет дома. Дополнительный психологический фактор. Ну и поэтому у Зенита проблемы с составом, о которых мы знаем. Аздоев, Ловрен, Караваев пропустят встречу под вопросом участия Бариуса и Чистякова. За последнего особенно тревожно, потому что минус Ловрен и минус Чистяков это равно Дуглас Сантос в центре обороны. И что будет там твориться, мне представить страшно, учитывая, что Сантос невысокий игрок, 175 сантиметров, а ему действовать против Лукаку. Вот это реально стрёмно.